друзья всем привет сегодня мы разберем такую тему как штукатурка под камень на фасаде или же на цоколе и покажет нам свои мастер-классы несколько авторов первый автор это сказочная мастерская колесникова ссылки на всех авторов вы найдете в описании к видео вот такой интересный камень получается и штукатурки делается он легко и просто ну что поехали смотреть сначала толстым слоем накидывается штукатурка цементно-песчаная после того как штукатурка начала твердеть мы берем расшивчик и делаем такие кубики после этого берем мастерок и сбиваем уголки тем самым у нас получается рисунок как на диком камне то есть камень сланец теперь нам автор показывает как сделать самую дешманскую декоративную штукатурку берем плиточный клей разводим накидываем на малку и начинаем вот так вот ляпать и потом затирать все шпателем многие наверно думали а как же расшита цоколь да очень просто берем пластину сгинаем и приматываем ее или кисточки или к трубе и получается у нас великолепный расшивчик кстати чтобы сделать такой камень штукатурка должна быть не меньше чем 3 сантиметра а таким образом придается фактура этому камню при покраске все выявится видите чтоб делать такой камень слишком много опыта и не надо и вот такая красота у нас получается из дешевых материалов сожалению покраску не удалось заснять ну давайте посмотрим уже на готовое изделие я думаю на великолепно смотрится кстати ребята помните тут декоративную штукатурку которая делалась из плиточного клея с помощью малки вот она и есть покрашенном виде второй автор который нас порадует своими работами это сергей гриценко в этой штукатурке используя штамп то можно обойтись и без него используя тряпку ну или какой похожий предмет чем сергей расшивает штукатурку я думаю вы уже догадались это как в первом варианте пластины приматываются или кисточки или к трубе на изоленту чтобы раствор начать расшивать необходимо дождаться пока он чуть-чуть затвердеет это пройдет от 2 до 10 часов все будет зависеть от слоя и от температуры после того как высохла штукатурка берем такую грунтовку и смешиваем с белой краской 1 белая краска и 3 грунтовки начинаем и красить это будет подложка следующим слоем добавляем бежевый колер грунтовку и краску после покраски сразу же протираем все это дело губкой и получается у нас вот такой интересный эффект теперь берем грунтовку добавляем туда черный цвет и начинаем проходить швы следующим слоем у нас будет обычная белая краска начинаем проходить по краям и финишный слой мы делаем пропиткой по камню и получается у нас вот такой интересный эффект а теперь давайте посмотрим какие у есть работой как великолепный камень это смотрится в интерьере если там камендиуса таким же способом невероятное краска не правда ли третий мастер это эльдар мастерская санов он покажет свой способ как он делает камень как вы видите он изначально набивает на стенку сетку и стенку не забудьте также прогрунтовать свой он накладывать не меньше чем 5 сантиметров теперь он берет очень длинное правило и начинает чертить линии после того как он прочертит горизонт он возьмет и начнет чертить вертикаль вот такие великолепные работы у него получаются так что ребята не бойтесь берите мастеров в руки и начинайте штукатур очень классный канал каменный декор звать автора александр сетку набивайте так чтобы она была не вплотную к стене и начинайте штукатурить и также не забудьте про грунтовать основание кстати в этом ролике автор пользуется валиками такие валики очень легко сделать берете очень мохнатый валик и намазывайте на него герметик и даете высохнуть и все у вас получается такой импровизированный штамп запомните если вы будете работать не цементно-песчаной смесью а плиточным клеем или фасадной штукатуркой на цементной основе у нее высыхание гораздо дольше чем у цементно-песчаной смеси на первый слой александр проходил цоколь краской с добавлением бежевого колера теперь александр берет грунтовку и добавляет туда шоколаду от второй номер и также добавляет туда чуть-чуть черного колера и начинает проходиться кисточкой под цоколю после каждого слоя дайте краски высохнуть не менее часа после полного высыхания краски александр начинает добавлять разные оттенки и завершающий этап это пропитка по камню школа елены колесниковой елена нам сегодня будет показывать необычный камень как она его называет крымский этот камень делается очень легко берем и накидываем рукой большой слой так безобразно что было потом берем мастерок в руки и начинаем расшивать до сначала заглаживаем потом расшиваем и все это делаем на живую не ждем пока раствор высохнет теперь она берет мастерок в руки и начинает делать вот такие дырки интересные камень у елены получается я думаю очень легко и просто он делается без заморочек так сказать но это моя работа сделаю это все дело из плиточного клея с применением штампа я думаю такая плитка тоже интересно смотрится и расшивается она тоже очень легко чуть дальше я вам покажу как это все дело делается на сегодняшний год если будете своими руками делать вот такую отделку квадрат вам выйдет в 300 рублей штамп я обычно смазываю или аос или ферри потому что они самые жирные штукатурю я самым дешевым клеем который я только нашел теперь я проверяю рукой чтобы рука не прилипала и тогда уже штампую после штамповки я беру вот такой уровень и начинаю вырезать с помощью стамески стамеску я использую восьмерку покраску извиняйте не заснял только начинал свой блогерский путь но расскажу как она делалась фасадную краску добавила бежевого колера и покрасил весь забор потом я взял лак по камню и также добавил туда бежевый колер после покраски лаком я тут же взял губку влажную и начал протирать забор и получились вот такие интересные протиры но может быть помните у сергея гриценко был такой же способ вот я также красил короче ребята в этой покраске ничего нет сложного только не красьте большие объемы сразу ну что ж а теперь посмотрим на работу хворого андрея в своем ролике он сделал шикарную стенку также изначально на стенку набил сетку и начал штукатуре здесь он вам показывает каким классификатором он пользуется как вы поняли технология нарезки камня такая же как и у остальных ничем не отличается покраска всей шедевра также сделать акриловой фасадной краской и получается вот такой шедевр кому интересен полный мастер-класс заходите на канал андрея хворого